Его привели, я так присела, так руки притягивала, говорю, Лёнь, сёночек, иди к маме. Он так меня стиснул, я думала, он меня задушит. У этих работников дома малютки у всех глаза по полкинику. Лёнь, да ты что, на тебя не похожа, ты никогда никому не шёл, вот так вот, чтобы посторонний человек. Историю появления одного из сыновей Галина Косяковская может рассказывать часами. Всего же эта женщина с удивительно добрыми глазами и огромным сердцем стала мамой для 18 детей, и лишь четверо из них родные. Первым ребёнком, нашедшим приют в семье Косяковских, стал друг сыновей Галины. А потом многодетные родители, как сами шутят об этом, спились со счёта. Организовать быт такого количества людей, конечно, непросто. Но сегодня старшие дети уже выросли, а младшие во всём помогают маме с папой. Неудивительно, что Галина находила время и на работу. Муж на меня ворчал, сидит дома, семья большая, хозяйство большое, три коровы, хозяйство, там, овцы, куры, гуси, всё это. Ты ещё работаешь, и я говорю, ты знаешь, я не из-за денег, мне нужно общение. И я торговала продуктами, в деревне магазина не было, вот 10 лет у меня был свой магазин. В этом году я ушла на пенсию и закрыла магазин. Сегодня Галина Косяковская не только мама, но и бабушка. Совсем скоро её семейное гнездо пополнится 15-м внукам. Вся жизнь Галины строилась вокруг детей. Отдав им столько сил и лет, пора подумать и о себе. Участие в проекте «Мамин день» Галине пойдёт на пользу, уверены её родные. Изначально проект задумывался как хорошая поддержка для мам, воспитывающих приёмных детей-инвалидов. Но специально для Галины организаторы акции сделали исключение. Мне хотелось бы, чтобы родители увидели счастливую, благополучную маму. У неё нет инвалидов, но у неё очень много детей. И она счастлива, она умеет распределить свои обязанности с мужем. Они прекрасно ладят и всё успевают. Она не устает сильно, как она говорит. Но я думаю, что даже счастливым женщинам, мамам счастливым, иногда полезно просто быть женщиной. День красоты для Галины начался с визита к психологу. Там женщина получила ценные рекомендации. Например, устраивать каждый вечер пяти минутки релаксации и не забывать о своём хобби в вязании. Следующий этап – массажный кабинет. Один сеанс занимает 40 минут. Для многодетной мамы выделить столько времени только на себя было непозволительной роскошью. На такой кровати я впервые. И что-то там катается под спиной, что-то греет. Ну, приятно. После массажного кабинета «Мамин день Галины» продолжился в салоне красоты. Стилист-парикмахер, выслушав пожелание, приступила к стрижке. Так как у нашей героини волосочки тоненькие, мы будем создавать ей небольшой объёмчик. Стрижечку мы ей будем делать модельную, чтобы ей было в дальнейшем очень удобно ходить самой, не не укладывать. Обязательная процедура дня красоты – маникюр, который Галина делала первый раз в жизни. Отдохнувшую, похорошевшую маму на выходе из салона ждали дети и муж. Между прочим, пока Галина менялась внешне, её родные тоже не теряли времени даром и съездили на экскурсию в Старицу. Мы сегодня с вами целый день почти не виделись. Вы соскучились по мне? Да! День сюрпризов для Галины завершился походом в магазин. В подарок от организаторов проекта многодетная мама и мировая бабушка получила нарядное платье и уже решила, куда его наденет. В семье Козяковских ждут очередное прибавление. В скором времени там появится ещё один внук или внучка. Екатерина Карпова, Виталий Осипов, фронтовый пилот.